Алексей, здравствуйте. Добрый день. Алексей, и вот все-таки звучало даже в нашем эфире такое мнение в сюжете наших коллег о том, что, ну, в принципе, договоренности с Российской Федерацией, особенно на фоне вот тех событий, которые сегодня происходят в Украине, они выглядят как вот некой такой условностью. Но, тем не менее, когда все-таки так Владимир Путин показательно заявляет об отмене или приостановлении, о какой-то паузе в договоренностях, вероятно, это является каким-то сигналом. Как вы расцениваете этот сигнал? Это сигнал недовольства. Недовольство, во-первых, визитом президента США в Киев, а второе, это недовольство тем, что Россию перестали бояться. Путин привык, что в прошлые годы, скажем, лет 10 назад стоило ему заявить что-то про ядерное оружие, все сразу же очень сильно боялись. В принципе, очень достаточно сильно боялись даже год назад, когда он что-то говорил про ядерное оружие и проводил испытания. А теперь перестали бояться. В принципе, еще прошлой весной посол России в Соединенных Штатах, он это говорил. Очень жаль, что Запад недооценивает ядерные риски. Но раз Запад недооценивает и не боится, ну что ж, мы тоже будем соблюдать. Косяательно этого приостановления действия, даже я не знаю, как это правильно сформулировать, это просто совершенно не юридический термин. Ни в самом договоре нету понятия приостановки, ни в том, что приняла Дума, Госдума, нету ничего, никак это не проясняет, что это означает. Но по факту там в том законе, который приняла Госдума, сказано, что они приостанавливают и президент может снова восстановить. Но что это означает, то есть абсолютно непонятно. Чиновники российские сказали, что все обратимо и пока что ничего происходить не будет. Я думаю, что главное, на что был нацелен этот сигнал, это на то, что в рамках этого договора, который очень трудно нарушить экономически и технологически, нельзя выйти за его рамки очень просто. Потому что количество ядерного оружия определяется не бумагой, на которой это написано, а технологическими и экономическими возможностями государства. Но там в этом договоре есть очень важный аспект, связанный с обменом информации, с инфекциями и обменом информации. Вот Путин дал такой сигнал, что он может приостановить со стороны России, сам не получать, но и Россия перестанет предоставлять данные о своем ядерном оружии, об изменениях статуса. Это достаточно интенсивная информация, которая создает прозрачность и стабильность. Мы много раз слышали в прошлом году, как Соединенные Штаты говорили, что мы не видим признаков подготовки России ядерных ударов, независимо от риторики. В том числе это заявлялось, исходя из этой информации, которая получается по закрытым каналам в рамках этого договора. Ну вот, наверное, Путин, я так понимаю, пригодил приостановить обмен этой информации и таким образом создать большую неопределенность и создать больше страха вокруг себя. А Путин говорил также о том, что пускать инспекторов НАТО на военные объекты во время развязанной им же войны против Украины, ну это бред или абсурд, как-то так он говорил, по-моему. Но разве это не логично, что, в принципе, на фоне вот таких отношений, довольно напряженных, мягко говоря, между сторонами, но это попросту невозможно сейчас, даже в контексте договора? С точки зрения Путина, там все логично. Россия пыталась пробить санкции с помощью этого договора, в том числе. Там просто для инспекции, ну они как пробивали, они в рамках этих инспекций, которые, ну там порядка 20, каждая страна вот может провести внезапно. То есть объявляем, мы хотим посмотреть. И едут. И вот Россия отправляла на эти санкции тех чиновников, которые находились под санкциями. И таким образом они хотели вот пробить какую-то одну брешь в другую. Ну, Соединенные Штаты были прочны и не пускали подсанкционных людей. После этого Россия приостановила вообще эти инспекции без всяких таких публичных. Ну, просто сказали, мы не будем пускать инспекции. И теперь Путин вот эту обиду, он ее выразил в полном объеме, сказал, ах так, и дал ей какое-то обоснование. Это обоснование не имеет никакого смысла. Точно так же он говорит, что это не он напал на Украину, а Украина напала на него. То есть это ничего не означает. Ну, понятно, что он хотел сделать. Он хотел, чтобы эти инспекции оставались вне санкционного режима. А поскольку это не получилось, вот он в том числе выразил таким образом свое недовольство. Поэтому с его точки зрения все выяснилось. Алексей, по вашему мнению, приостановка действия договора в одностороннем порядке со стороны Российской Федерации говорит ли о возможности роста ядерного арсенала, который есть у Российской Федерации? Тут вспоминается фраза «гонка вооружений». Так ли это? Со стороны России практически возможностей нет. Со стороны Соединенных Штатов есть больше возможностей. Если они хлопнут вверх, то они могут нарастить. Там в чем фокус? В ядерных арсеналах есть большое количество так называемого возвратного арсенала. Это те боеголовки, которые лежат на складах. Они боеготовы, но их надо поставить на какие-то носители. Вот у Соединенных Штатов есть достаточно большой запас носителей, на которые можно догрузить. Ну, допустим, у них есть ракеты «Трайден-2» на подводных лодках. Там 8 блоков может стоять, а они разгрузили, поставили почти. Они могут снова догрузить, и получится у них не полторы тысячи, как по договору, а там 2-3 тысячи. У России таких возможностей гораздо меньше. Практически их нет. Поэтому, я думаю, это он на зло бабушки отморозил лучше. То есть, если говорить, что кто-то может нарастить арсеналы, так это Соединенные Штаты физически. Благодарим вас, Алексей, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что с нами на связи был Алексей Ижак, заведующий сектором Национального института стратегических исследований. Субтитры создавал DimaTorzok